добрый день дорогие друзья вы на телеканале этом тв программа разбор полетов меня зовут александр вальдман на с нами на связи с нашей студии павел маргулян известный израильский радиожурналисты марк котлярский писатель публицист сценарист друзья тема сегодня волнует абсолютно всех коронавирус вот я открыл у себя на телефоне сайт где постоянно публикуются мониторинговая информация о количестве зараженных умерших выздоровевших я пока по странам и континентам не буду говорить я общую цифру назову инфицирована семьсот десять тысяч двести сорок восемь тысяч человек умерла сорок девять тысяч сто девяносто процент смертности 5 1 десятая выздоровела двести четыре тысячи девятнадцать человек 21,2 процента эти цифры обнадеживающие на ваш взгляд или все настолько плохо что пора покупать белый саван по механизм можно с тебя начну ты много пишешь на эту тему но сами все цифры статические не могут быть не обнадеживающими не наоборот каким-то пессимистичными надо смотреть динамику динамика говорит о том что мы не находимся даже на пике эпидемии прибавляется во всем мире количество инфицированных по моему даже она ускоряется это прибавление и там есть вот где вы смотрите наверное есть диаграфы там есть инфицированных есть конферн то есть подтвержденная да я назвал подтвержденных и глава подтвержденных по моему приближается к миллиону я думаю что завтра к вечеру мы по миру достигнем миллиона и это говорит о том что мы даже еще не на пике эпидемии что пик продолжается марик что ты можешь сказать по этому поводу ты тоже много пишешь об этой теме знаешь ее досконально кто виноват врачи или средства массовой информации самом деле вообще это гиблое дело искать виноватых вот но мы же русские не понял мы же русские русские всегда задают то что делать и кто виноват и кто враг паша очень точно сказал на мой взгляд что ситуация ситуация не должна быть представляться либо в черном либо в белом свете эта ситуация такова какова 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 она есть на сегодняшний день значит действительно как говорят эксперты пик эпидемии или пандемии если говорить уж точно должен прийти примерно на конец апреля начало мая даже на середину мая потом скорее всего начнется спад во всяком случае сегодня спад есть уже определенный и даже в италии которая больше всего из европейских стран пострадала от пандемии испанские специалисты говорят на то о том что у них тоже снижается количество инфицированных хотят искать продолжает идти определенными темпами дело в том что понимаешь есть определенная такая теория о так называемом коллективном иммунитете то есть как бы этот коллективный иммунитет достигается в том случае ну как говорят эксперты если будет достигнута некая критическая масса так называемая критическая масса инфицированных то есть если по отношению к другим вирусам это критическая масса известно то по отношению к этому к вирусу ковид-19 она не не очень известна и И непонятно, где она наступит, где вот та будет точка бифуркации, после которой эпидемия этого вируса пойдет на спад. Поэтому вопрос в том, и тут Паша прав, вряд ли надо пугаться этой цифрой. Скорее всего, надо думать о том, как бороться будет с последствиями коронавируса. Потому что мы не можем себе предположить, каковы будут последствия. Есть несколько точек зрения на этот счет. Во всяком случае, когда мы записываем эту программу, сегодня известно высказывание генсека ООН Антонио Гутерриша, который сказал, что мир сейчас переживает кризис, впервые глобальный кризис, впервые с времен Второй мировой войны такого подобного кризиса не существовало. Я не знаю, насколько это верно, но по данным, во всяком случае, Всемирной организации здравоохранения, сегодня практически нет стран, которые не инфицированы. То есть остались небольшие изолированные островные государства страны Тихого океана, такие как Микронезия, Маршалловы острова и такое маленькое государство среди островов океани под названием Палау. Ну и есть еще две категории государств, стран, которые утверждают, что у них этого вируса нет. Это либо такая нищая, нищие такие страны, как африканская страна Малави, так называемая Восточной Африки, или Йемен, где бушует гражданская война и где вообще недопроверок. И третья категория – это закрытые страны, такие страны, как Иран, такие страны, как Туркмения, где вообще запрещено, например, в Туркмении запрещено вообще употребление слова коронавирус, и никаких точных данных о том, насколько действительно инфицировано людей в этих закрытых странах, нет. И к этим странам, кстати, относится Турция, и непонятно, что на самом деле, скажем, происходит в России или в том же Иране. Павел Михайлович, я хотел тебя спросить относительно России. Насколько, ну скажем так, оправданы те обвинения в том, что Россия скрывает якобы данные о реальном положении дел у себя в стране? Ну, мы не можем этого знать. Я могу только на основании своего личного опыта сказать, что мое общение с моими российскими знакомыми, они единодушны в том, что официальной информации доверять нельзя. Вот они так считают, это одно. Второе, обратите внимание, по-моему, вчера Владимир Владимирович Путин подписал приказ о уголовном наказании за распространение фейк-ньюс, касающихся эпидемии в России. И это означает, что любая информация, не соответствующая официальной, получается, что это фейк-ньюс, и тебя могут за это посадить в тюрьму, насколько я понимаю, вчерашний указ. И третье, Россия сегодня для такой большой страны, как Россия, находится в относительно хорошем положении. Она во второй двадцатке стран по количеству инфицированных, но в этой двадцатке у ней самый большой рост инфицированных за сутки. То есть за последние сутки у них позавчера было 400 с чем-то человек, а за последние сутки 700 с чем-то человек, и это, конечно же, не может не волновать. Ну, количество проверок увеличили просто. Вот результат. Да, это говорит о том, что никто не знает, сколько инфицированных на самом деле. Мы знаем, что вот Владимир Владимирович выступал буквально несколько часов назад и возложил ответственность за борьбу на руководителей регионов. Как регионы будут справляться, смогут ли они справиться без федеральной помощи с этой проблемой, это мы будем, опять же, видеть в течение ближайших недель. Марик, хотел тебя спросить относительно нашей замечательной стороны. Вот наш министр здравоохранения Яков Лицман, как было объявлено, сам заболел коронавирусом, сел на карантин вместе со своей супругой. И вот в твоем представлении ты человек, много лет проработавший, в том числе в парламенте, знаешь всю эту подноготную. У меня вопрос, как может руководить Министерство здравоохранения человек, у которого нет дома компьютера, планшета, смартфона и так далее, человек, который живет в 17 веке? Ну, во-первых, я не знаю, я не был у него дома, поэтому я не могу сказать. Это проверенные данные, Марик, это так. Я не знаю, насколько они проверенные. Во-вторых, я хочу тебе сказать, что я еще раз повторяю, моя точка зрения такова. И я говорил с очень многими людьми, светскими, совершенно нерелигиозными, которые уверяли меня, а я их мнению доверяю, потому что это были приватные беседы, это не были беседы под запись или интервью, где они могли бы там лукавить и так далее. И они утверждали, что Лицман на сегодняшний день реально один из лучших министров здравоохранения. Поэтому эти россказни по поводу того, что типа ты сам кипу надел, у тебя компьютера нет, это все ерунда. Это все ерунда хотя бы потому, что, извините, у нас расходятся просто вообще точки зрения кардинально. Особенно люди, которые меняют вину Лицману, то, что он религиозный или у него там нет дома смартфона или компьютера. Значит, заразился он только потому, что он действительно все эти дни и ночи пахал не переставая. У него было огромное количество встреч, насколько мне известно из его канцелярии. Он действительно делает все для того, чтобы в Израиле каким-то образом, так сказать, замедлить распространение. Его нельзя остановить. Его можно только замедлить. Замедлить распространение коронавируса. Окей, я не говорю о том, что все идеально. Ни в коем случае, хочу быть правильно понятым, ни в коем случае я так не скажу. Потому что, если бы я сказал, это было бы слишком. Но, учитывая тот факт, вот я брал интервью, недавно беседовал с одним очень интересным микробиологом. Человеком, который прекрасно разбирается вообще в природе самого вируса и вообще в ситуации. Это женщина, которую зовут Шаром Михайлов. Она подвергала резкой критике деятельность Министерства здравоохранения. Говорила, например, о том, что необходимо расширить критерии тестирования. Что из-за того, что условия тестирования ограничены, в рамки этого тестирования не попадают очень многие люди, скажем, с пневмонией непонятного происхождения. Или тех, кто себя просто чувствует плохо. Не подключены к этим направлениям на анализы. Не подключены семейные врачи. Врачи, которые принимают в больницах. И много других вещей, о которых она говорила. Но, когда я ее спросил, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, как работает наш Минздрав с точки зрения построения и отношения к той ситуации, которая сегодня существует. Она сказала, я дословно говорю, повторяю ее слова, светский человек, живущий в Тель-Авиве, повторяю, то есть не имеющий никакого отношения к религии и не имеющий никакого отношения к госструктурам. Она сказала, на мой взгляд, Министерство здравоохранения работает отлично. Оно работает в рамках той ситуации, в которой на данный момент оно находится и делает максимум из того, что оно может делать. Это мнение эксперта с очень серьезными преференциями, с очень серьезными амбициями, подтвержденными различными исследовательскими работами и сотрудничеством с крупнейшими интернет-ресурсами. Вот тебе, пожалуйста, ответ на твой вопрос, а вы вот пусть сделает кто-то другой. Я мне лично не сват, не брат, я ни в каких отношениях с ним не состою, я не его пресс-секретарь, и я не его, так сказать, адвокат. Но когда начинают люди идти против истины, извини меня, я не могу молчать, когда начинают идти какую-то ахинею, когда начинают впадать в истерику буквально, кричать о том, что был у меня спор с одним человеком, не буду называть его имени, который вопил, что, дескать, вот, у нас там недостаточно проверок, мы, так сказать, провал, национальная медицина, позор. А потом вдруг выяснилось, что Израиль, по данным, так сказать, ведущего веб-сайта, находящегося в Гонконге, по уровню безопасности занимает первое место, что показатели, которые есть в Израиле, сегодня намного ниже, чем во многих других странах такого же уровня и таких же разных странах. То есть, получается, факты говорят совсем о другом. Поэтому мы можем сколько угодно говорить, что Лисман в шляпе, что он с пейсами, что он, так сказать, у него нет дома компьютера. Но, прости меня, как говорил товарищ Сталин, совершенно справедливо, факты вещь упрямая. Против фактов ты ничего делать не будешь. Окей, при всем, при том, что действительно есть масса недостатков. Никто с этим не спорит. Вот относительно выводов, я попрошу, Павел Михайлович, тебя сделать выводы, на которые намекал твой визави. Дело в том, что действительно, вот те данные, о которых Марик сказал, говорят о том, что полпроцента у нас смертность, на данную минуту, это лучший показатель по всему миру. Может быть, действительно, это заслуга исключительно господина Лицмана? Ну, смотрите, то, что это заслуга нашего Минздрава, это никто не может отрицать, хотят они этого или нет. Конечно же, у нас... Или премьер-министра. И премьер-министра, и всех людей, которые руководят, администрируют, скажем так, этот процесс. Это очевидный факт. Ну, и в том числе, давайте не забывать, при том, что мы все с вами последние годы ругаем израильскую медицину, она у нас не удовлетворяет нас на уровне, скажем так, обслуживания населения, на уровне больничных касс. А когда, если вы или кто-то из ваших родственников попадал в больницы, там у нас, на мой взгляд, все в порядке. Там хороший уровень обслуживания, там хорошая аппаратура, возможно, нехватка чего-то. Но в нынешней эпидемии нет ни одной страны, в которой нет этой проблемы. То есть смертность как раз-таки... Все больные короны умирают в больницах. А в больницах у нас все на одном из самых высоких в мире уровней. Это показывает, в общем-то, и смертность. По поводу Литцмана я хотел бы добавить, конечно же, вот Марк отметил сейчас, на многих влияет его внешний вид. То есть они судят по одежке, скажем так, о работе нашего министра здравоохранения. Я не знаю тоже, я слышал мнение, что вот медики, одни руководители каких-то медицинских учреждений говорят, что он хороший министр, другие говорят, что он плохой. Не надо забывать о том, что он политик еще в нашей системе, а у нас министры политики, и вопрос его должности, требования быть хорошим администратором. Он окружен профессурой, как мы знаем, доклады которых, выступления которых мы видим по телевизору, и его задача администрировать. Значит, у меня к Литцману одна проблема реальная, это в том, что мы упустили город Днебрак. Город Днебрак сейчас у нас становится инфекционной бомбой в стране. Я напомню сегодняшнее высказание руководителя больничной кассы Макаби о том, что, по его мнению, в Днебраке инфицировано 38% населения. Я напомню, что в Днебраке почти 200 тысяч населения, и легко почитать, сколько инфицированных возможно в этом городе. И когда связывают проблему опоздания реакции правительства и Минздрава с Днебраком, сразу же взгляд падает на Якова Литцмана и его внешний вид. Но, кстати, Литцман, Паш, Литцман просил несколько дней назад еще правительство, чтобы закрыли Днебрак, однако он до сих пор не закрыт. Он закрыт? Нет, Марик не закрыт. Только что получил я информацию, не закрыт. Автобусы, автобусы как ходили, так и ходят, заезжают из других городов автобусы туда. Все как было, так и есть. Может быть, чуть меньше людей на улицах стало. Пропал у нас звук, к сожалению, Павел Михайлович, мы не слышим. Тогда, наверное, как резюме, раз с Пашей у нас связь пропала, Марик, резюме, мы можем гордиться своей стороной, то, что у нас полпроцента смертность и мы лучшие по этому показателю в мире? Саш, я считаю, что мы можем гордиться и нам действительно есть чем гордиться. У нас масса недостатков, и Паша об этом сказал правильно, открыто, что действительно на уровне системы обслуживания есть колоссальные проблемы. Но если говорить об экстремальной ситуации, то действительно нам есть чем говорить. Я хочу привести только маленький пример, в заключение. Один из споров в соцсетях, один из вопросов кардинальных, которым задавались люди, почему, дескать, Израиль не применяет тесты американские, да, там называлась, я не помню, какая-то марка этих тестов, которые, дескать, есть в Америке, и почему мы их не применяем? В ответ на что мой коллега, журналист Александр Мостровой, которого ты хорошо знаешь, прекрасно парировал, сказать, а ребята, а сильно американцам это помогло? Ну вот, американцев, есть их тесты. Сегодня американцы на первом месте уже, на первом. Около 200 тысяч инфицированных, около 200 тысяч. Только в Нью-Йорке свыше полторы тысячи умерших людей от коронавируса. По данным, по прогнозам в Белом доме, смертность в Америке может достигнуть порядка 250 тысяч человек. 250 тысяч, я повторяю. И что? И сильно помогли им их тесты, то, что у них они есть. Сильно помогла им мощная американская медицина. Проблема в том, Саш, состоит, что никто, никто, практически ни одна из стран мира не была реально готова к этой ситуации. За исключением, может быть, Тайваня, но там есть особенности, я мог бы о них рассказать, просто у нас мало времени. За исключением Тайваня, где действительно, так сказать, намного лучше всех остальных, так сказать, сложилась ситуация по вполне объективным причинам. Марик, есть еще страна Сингапур, но там, может быть, все сложилось удачно, потому что система наказания у них очень жесткая. Вот за нарушение карантина 6 лет дают тюрьмы. Слава, и действительно, ты прав, там достаточно жесткий уровень наказаний, очень жесткий, вплоть до, во-первых, огромных штрафов и уголовных дел, которые были моментально открыты, как только появились первые случаи нарушений. Павел Михайлович, ты нас слышишь? Да, но мы тебя, к сожалению, не слышим. Что-то у нас со связью. Ну, в любом случае, в любом случае, спасибо, спасибо за этот интересный разговор, спасибо, и главное, будьте нам здоровы, и до встречи на телеканале ИТОН ТВ, как всегда, в этой студии. Спасибо, спасибо, до новых встреч, до свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами, всего самого доброго, будьте здоровы.